В английском языке есть четыре самые, я не знаю, страшные темы, которые вызывают, ну, полный восторг. Это conditionals, present perfect, косвенная речь и артикли. Говорят какое-то базовое слово, да, например, star, звезда. Вот всегда ставят маленькое слово вот это. Никто не понимает, что это такое, но все говорят, что так надо. Это и есть артикль. Он звучит как a. Есть еще артикль n и артикль the. Но мы называем его the. Не говорите the. Я учила язык 10 лет и 10 лет я их просто игнорировала. Ну, есть и есть, ну, надо ставить, да, ну, исправляют учитель в тетрадке, но, господи. Если я скажу I have dog, и так будет понятно, что у меня и собака, не так ли. Все изменилось, когда я приехала учиться. Мой преподаватель, он был также преподаватель философии, однажды целую лекцию пел о том, какой кошмар слушать речь без артиклей. Я такая сижу и думаю, really? Тогда первый раз. Кстати, мне было 20 лет, когда я это узнала. Супер важны в предложении, их надо ставить. И если вы говорите без артиклей, это кошмар. Даже если мы не переводим артикль на русский язык, это не значит, что у него нет смысла. Его произносят как a, a или a. Артикль a означает any, любой. Если мы говорим a cat, это значит любая кошка. Это если дословно перевести смысл. Либо это значит one, один. Артикль the. Дословно смысл его означает that, тот. Если мы говорим слово тот, это мы имеем в виду какой-то определенный, конкретный предмет. Чтобы правильно употреблять артикли, нужно всего лишь понять, чем они отличаются по смыслу. Вы сидите в гостиной, в кресле вечером, читаете любимую книгу. И, наконец-то, нашли тот момент, где вам надо подчеркнуть вот эти строки. Тут идет ваша младшая сестра. Принеси карандашико. Нам важно, какой карандаш она принесет? Нам нужен просто карандаш, просто какой-то инструмент, чтобы подчеркнуть, какие строки. Поэтому мы скажем a pencil. Give me a pencil, please. Любой, any, один карандаш. А еще это значит, что мы не сможем выбрать, какой именно карандаш она нам даст. Конечно, мы можем специфицировать, какой карандаш, но это не суть. В общем, we don't get to choose. Нам не придется выбрать, что за карандаш. Через кресло от вас сидит ваша мама, которая спокойненько решает скамворд, и у нее в руках карандаш, который вам нужен. И вы говорите, Мам, дай карандаша. Please give me the pencil. Почему в этом случае мы скажем the pencil? Я знаю, о каком карандаше я говорю, да, маминам. И мама знает, о каком карандаше я говорю. То есть, когда вы, что само собой разумеющийся, и человек, который вас слушает, вы оба знаете, о чем идет речь, и вы думаете об одной и той же вещи, это будет the. Нам все равно, лишь бы карандаш. А здесь мы имеем в виду какой-то определенный карандаш. Да? То, что в руке у мамы. Мне нужен выходной. Вы имеете в виду понедельник на следующей неделе? Или эту среду? Или завтра? Нет. Вам нужен просто какой-нибудь день. Да? Понедельник, среда, пятница, непонятно. Поэтому мы говорим a. Потому что любой. Далее. Give me a tissue, please. Это салфетка. Give me a tissue, please. Почему? Вы заходите в ресторан, официант в ресторане также возьмет где-то в подсобке салфетку и принесет вам уже. Вы не будете выбирать ее. He has a daughter. У него есть дочь. Ага, какая-то любая дочь. В данном случае мы имеем в виду то, что дочь одна. Вы пришли в магазин обувной. Give me a pair of shoes. Дайте мне пару туфель. Нет, мы хотим выбрать какие-то, какие-то конкретные туфли, которые будут красиво смотреться, которые будут того самого цвета, того самого размера и вообще. Я принесла коробку, положила ее перед кассиршей и сказала how much for the shoes. Приходите домой и говорите мужу. I left my keys in the car. Я оставила свои ключи в машине. В какой машине? Если a car, то в чьей-то другой машине. Но так как мы говорим the car, муж автоматически понимает в вашей общей машине. Я купила сумку, сумка красная. Я купила сумку, но ты не знаешь о какой я сумке говорю, да? Вот первый раз о ней говорю, ты еще не знаешь. Я купила сумку и эта сумка красная. Та же самая, да? Говорим второй раз о ней. Разберемся с артиклем э более детально. Э или н употребляется перед кассирой. Продолжение следует...